Я всех вас приветствую! Мои дорогие друзья и зрители, настал уже следующий день, и я решил вновь посмотреть, что же происходит там на небе. И именно с Луной выглядываю из окна, и она там находится, вы представляете? Вот буквально решил, скажем, случайно выглянуть, думал, опять там туча, облака, по факту же нет, Луна находится над зданием, напротив. И я буду ее увеличивать и приближать. Также немножко вижу звезду с правой стороны, может быть получится у меня ее рассмотреть более внимательно. Ну что же, начинаем наше супер видео. Все сегодня будем делать в прямом эфире, я не буду прерывать съемку. Вы почувствуете, как происходит весь процесс, если, скажем, не останавливать запись, потом не монтировать, не соединять. На самом деле происходит всегда много тряски, когда пытаешься что-то сфокусировать и найти. Это сложно объяснить, но поверьте мне, что сама съемка это процесс интересный, но и не совсем простой. Итак, что мы в первую очередь видим? Луна выглядит как Солнце. У нее, видите, по центру есть черное пятно, а с краю как будто бы обод. Вот. Также мы видим, что присутствует все-таки легкая пелена, небо не совсем чистое, хотя мне показалось вначале, что нам удастся рассмотреть Луну в абсолютно чистом небе. Ну, будем приближать, будем рассматривать. Вот так она сейчас выглядит, достаточно интересно. Яркая, пульсирует. И вначале мы пронаблюдаем за маршрутом, куда она перемещается. Вижу, что ползет вверх. Значит, мы должны немножечко опустить камеру вниз и подержать ее. Попробовать зафиксировать это сложно, но мы сделаем с вами. Так, я пытаюсь поднастроить немножко, но как получается. Давайте пока что в ручном режиме я буду ее держать, фокусировать. Она будет подниматься, Луна, и мы будем рассматривать ее более внимательно. Скажу сразу, что сегодня уже у нас почти что полнолуние. Полнолуние, вы видите, осталась только левая половинка еще не освещена. Низ самый-самый-самый-самый низ. Но пока есть возможность, туч не так много, давайте же приближать и рассматривать все возможные части Луны. Фокусируется она плохо, потому что все-таки перед Луной идет такая дымка из облаков. Видите, она расплывается. Попробую сейчас настроить, может быть, ручной фокусировкой. Хотя бы, чтобы у нас зафиксировалось в одном положении. Фокусировка – это та же самая резкость. Может быть, что-то получится. Секундочку. Она настраивается. И вот здесь надо поймать какой-то момент. Но вот так более-менее. Я сейчас камеру оставлю на месте. Пусть Луна перемещается сама. По поводу разворота Луны надо будет посмотреть. Вроде бы она выглядит, как и вчера, но все-таки немножко развернута влево против часовой стрелки. Идет, видите, постоянно какая-то пульсация. Луна как бы сама старается или спрятаться, или сама себя немножко настроить, подстроить. Будем смотреть и приближать все возможные моменты, чтобы нам не упустить чего-то важного. Но, к сожалению, наверное, все-таки из-за облаков, из-за легкой пелены не получается снять нам ее более-менее такую резкую. Чтобы она, видите, не плавала и не перемещалась. Все в прямом эфире. Вот абсолютно я снимаю вам процесс съемок, чтобы понимали, как это выглядит на самом деле. Что это тоже интересный момент, но не такой простой. Идеальное качество Луны поймать сложно. Я не говорю же о телескопах, о гигантских каких-то телескопах. Даже и о детских. Знаете, на самом деле все будет трястись, все будет куда-то размываться, плавать. И такую картинку получить идеально сложно. Это должна быть безветренная погода, без туч. Ну и примерно, скажем, чтобы она хотя бы была там полнолунией. Иногда же бывает у нас чернолуния, когда три дня вообще Луны не видно ни днем, ни ночью. И вот в этот момент чернолуния, как я тоже понимаю, открыт портал между Землей, Солнцем и Луной. Вот слева яркий огонек, с самой левой части, это кратер Аристарх. В честь ученого назву, но почему-то, вот он, видите, светится всегда каким-то определенным огнем. Или свечением. Пробовал сейчас немножко подстроить, но не получается. Сейчас я сбил фокусировку, она сейчас пытается сама подстроиться, Луна. Чуть-чуть сейчас попробуем понастраивать ее, что-то может и получится зафиксировать. Но пока что вот так вот максимум. Но у меня что-то получилось. Еще меня интересует сильно-сильно та звезда. Вот сейчас я уже не вижу ее, потому что облака начинают приходить прямо сильные. Вроде бы, когда я вначале взглянул на небо, мне показалось, там и нет ни тучи, ничего. Когда начинаешь приближать, то вот такая вот непонятная картина. Мне это не нравится, в связи с тем, что нам с вами хочется увидеть Луну более качественно и рассмотреть, возможно, какие-то пролетающие объекты, ее изменения. Но силы вот эти небесные нам всегда препятствуют. В любом случае, я сейчас буду снимать все в прямом эфире. Попробую обнаружить ту звезду, вчерашнюю голограмму. Посмотрим, как она сегодня выглядит, есть ли на ней изменения. Но по Луне могу сказать, что она уже почти полная. То есть освещается по кругу. Давайте все-таки я буду немножко менять резкость и расположение. Также я сегодня вам все покажу в программе специальной, чтобы вы посмотрели, как выглядит все на самом деле. Видите, вот небольшие облака есть с правой стороны. И там где-то должна быть звезда. Пока я ее не вижу, но попытаюсь приблизить. Для интереса сейчас приближу какое-нибудь окно. Посмотрим в него. Видите, как фокусируется хорошо. Буквально видно все в доме напротив. У кого-то новогодние украшения висят красивые. На балконе все переливается. Итак, вот вижу сейчас это облако должно пройти. И прямо за ним уже появится та звезда вчерашняя. Она примерно в том же самом месте и расположена. Но даже глазами я не вижу вообще ни одной звезды. И вот эти зависшие облака примерно в том месте, где мы хотели только что поснимать. И вот интересный момент в том, что они как будто бы остановились на месте. Блин, не движутся. Почему вот эти облака перестали двигаться над домом, да? Вы сейчас видите, облако стоит. Ну, почти что этого незаметно. Я даже сам глазами это вижу очень и очень плохо. Но оно действительно стоит там. И вот где-то за ним расположена та звезда. Жду, когда же облако уйдет. Хотя бы глазами увидеть ту звезду. Но пока не вижу ничего. Сейчас я покажу вам общий вид еще. Попробую что-нибудь приблизить издалека, так скажем. И мы все-таки с вами сейчас рискнем приблизить какие-нибудь звезды. Потому что звезды меня интересуют больше всего. Вот, видите, тоже новогодняя иллюминация. Но люди еще празднуют Новый год. Украшения не все убирают. У меня в этом году украшений нет. Так, но нету, нету звезды. Была звезда, когда я начинал съемку, все было. Луну опять блокирует нас вот этой пеленой. Посмотрите, прям сильная-сильная дымка находит. Попробую ее пробить, сколько смогу фотоаппаратом. Вот, пробил, вот так вот зафиксировал все, что смог. Но хотя бы что-то мы уже видим. Меня и этот момент радует. Я с вами понаблюдаю за Луной, а заодно посмотрю, не появится ли звездочка вот эта. Сегодня вот эта пелена облаков идет сверху вниз. Хотя вчера движение было слева направо. То есть облака поменяли свое движение. Интересный момент. Ну, не вижу. Блин, кажется, нам сегодня с вами не дадут увидеть ту звездочку. Хотя бы понаблюдаем за Луной. Это тоже дорогого стоит. Потому что я ее хоть немножко сфокусировал в данный момент. Кадры интересные. А, вот, все, появилась звезда. Сейчас я отдаляю, секундочку. Сейчас я Луну отдаляю. Вот я вижу пока что звезду. Глазами вижу. Не знаю, сможем ли мы с вами ее сфокусировать. Сам фотоаппарат увидит ли ее. Вот, 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 вот. Вот, одна звезда есть. Пробуем ее приближать. Буду держать все руками. Потому что она меня интересует больше всего. Да, это та же самая звезда-голограмма. Которую мы снимали с вами вчера. Сейчас буду максимально ее увеличивать. Чтобы нам ее рассмотреть. Вот так она выглядит. Очень трудно ее поймать. Она перемещается. Ну, все, я смог ее хоть как-то зафиксировать. Увеличение сейчас. В 150 раз, чтобы вы понимали. Давайте сколько возможностей за ней понаблюдаем. Потому что рано или поздно ее закроет облако. И вот пока мы можем за этим порталом следить. Тихо-тихо она прячется. Мы попробуем это сделать. Вот такая вот у нас голограммочка. Что вы скажете? Они вчера мы ее рассматривали. Сегодня она вновь на месте. Немножко правее. Но она есть. Переливается. Вы представляете, сколько должно быть энергии в этом существе. Чтобы моргать так вечно или бесконечно. Я бы сказал, да? То есть, это же какой-то объект, который запустили в небо. И вот он выделяет постоянную колоссальную энергию. Перемещается, движется, весь пульсирует, вибрирует. Для меня это фантастика какая-то. Но вид на самом деле великолепный. Я рад, что сегодня мы смогли ее тоже поймать. Еще раз повторюсь, что она немножко правее Луны. Ни какой-то, ни круглый объект. Ни какой-то там, как Солнце или планета. Вы видите? Абсолютно другое формирование. Какое-то энергетическое. Как сгусток какой-то плазмы. Он меняет форму, меняет конструкцию. Снимаю все на фотоаппарат Nikon P1000. Часто у меня зрители спрашивают, на что ты ведешь съемку. Вот я вам и рассказываю. Ну, вот такие вот кадры великолепные, фантастические. Сейчас я немножко отмотаю назад. Попробую ее зафиксировать. Пусть она сама немножко подвижется. И мы посмотрим вообще ее движение по небосводу. Куда она идет? Вверх, вниз? Не получается у меня поймать ее. Вот так она находится. Но чуть-чуть мы ее смогли зафиксировать. Фантастика. Звезда поймана. Для интереса я бы, конечно, еще бы какую-нибудь вам звезду показал. Но не вижу. Вот только она справа. И все. Справа от Луны. Теперь я, знаете, что хочу сделать? Просто-напросто мы с вами посмотрим все в телефоне, что это могло быть. То есть возьмем программу нашу, которую я, в принципе, часто применяю. Сейчас я поднастрою здесь все. Выберем день. Нажмем на паузу, секунду, а то тут у меня все может упасть. Так, сегодня ставим. Сейчас. Вот сколько время? Время 20-24, 16 января 2022 года. И вот мы с вами посмотрим с Земли, что это могло быть. То есть Луна у нас расположена с левой стороны. Получается, Солнце справа. Оно вот здесь вот. Чуть-чуть правее от Солнца. Но все это научная теория. Мы ей особо не доверяем, но проверяем. Справа там у нас Венера. Правее от Солнца. Но мы смотрим на Луну. Что же за такой объект мог быть правее Луны? Да, в принципе, ничего. Видите, это не Сатурн, не Юпитер. Просто какая-то звезда или энергетический сгусток сейчас расположен там. И видно, питается вот этой всей нашей энергией. Юпитер, Меркурий, все слева от Солнца где-то. Луна вообще сзади. По большому счету, Земля расположена почти между Солнцем и Луной. Если мы сейчас запустим движение и посмотрим, как все будет двигаться. То есть, когда планеты начнут вращаться по научной теории. Вот у нас время. Четыре утра, пять. Земля, по их мнению, вот так крутится. С той стороны люди живут вверх ногами. Ну, судя по научной теории. И вот так вот происходит весь этот процесс. Луна, обратите внимание, что неподвижна. В немногие пишут, что Луна вращается за сутки. Нет, Луна абсолютно неподвижна даже с научной точки зрения. Только Земля крутится и все. Некоторые планеты тоже стоят на месте. И вот так Луна завтра облетит Землю. Точнее, 18-го числа. 17-го, 17-го уже будет полнолуние. А вообще получается интересный момент. Видите, четыре планеты выстроились в ряд. Важный фактор. Небольшой такой парад планет. Но он будет чуть позже. Если мы отмотаем дальше. Ну, что-то напоминает. Земля, Луна, Венера и Солнце. В общем, вот такие феноменальные кадры, друзья. Мы разобрались, что справа от Луны сейчас ничего нет. Но по факту там что-то у нас происходит. Звезда закрылась тучами. Еще раз давайте приблизим Луну, посмотрим. Пока она не скрылась окончательно из виду. Облака немножко разошлись. Приближаю, приближаю. Попробуем сейчас подфиксировать, если что-то получится. Немножко какую-то резкость. Если смогу. Но тучи не дают. Знаете, вот видите. Вот съемка идет полностью в прямом эфире, чтобы вы понимали. Когда в прямом эфире вот так все и выглядит. Вот сейчас она хорошо поймалась. Ее бы вот так зафиксировать нам. И прямо рассмотреть. Красота. Все равно она пульсирует. Но в любом случае резкость чуть-чуть есть. Она как будто бы даже на наших глазах уже растет все больше и больше. То есть почти становится полнолуние. Сейчас вот. Вот резкость отличная. И она как раз идет вверх. Единственное, что могу сказать, что не замечаю. На Луне в данный момент никаких НЛО или пролетов. Все вроде бы, знаете, как-то спокойно. Нету даже черных точек, белых точек. Вот сколько бы я не наблюдал за ней, не вижу этого. Кстати, вы видите, помимо вот этих вот лунных морей, пупочек справа. А слева есть пять черных точек. Чуть-чуть левее от середины и выше. То есть это не лунные моря, а какие-то вот прямо действительно черные точки. Попробую их приблизить. Вот этот участок. Оно резко сбилось. Так, секунду. Настройка сбилась. Попробуем сейчас подстроиться. Туча опять блокирует. Что там за участок такой интересный? Что видны? Вот эти черные пятна. Вот так я максимум смог сегодня поймать. Ну, съемка не супер качественная, но вы должны понимать, как происходит весь процесс. Вот таким образом, по крайней мере, я сегодня смог хоть что-то зафиксировать для вас. И мне самому интересно посмотреть, что с ней произошло ровно за день и с той самой звездой. Я ее называю звездой апокалипсиса или энергетический портал. Ну, что ж, друзья, на этом буду говорить вам до свидания. До новых встреч. Сегодня мы с вами понаблюдали за луной прямо в прямом эфире. Ролик снят от начала до конца одним кадром. И именно его я и выложу в YouTube. Надеюсь, все у меня получится. А вы посмотрите. Вот такая вот красота в России. До новых встреч, друзья. Поехали. Пока. И бум.